Добрый день! Сегодня наш разговор пойдет о живописи, об этюдах. То есть в последнее время я часто выставляю этюды. Вот, кстати, натюрморт, который мы с детьми рисовали буквально недавно. Такой вот натюрморт поставили и начали его рисовать. То есть я показываю вам, ребята, свои этюды. Вот я вот недавно рисовал вот здесь этюд. Потом вот этот рисовал этюд. Выставил вам вот. Видите? То есть не всегда этюды удаются с первого раза. Очень многие этюды приходится приходить домой, уже дома их дорабатывать. То есть кроме того, что бывают даже неудачные этюды, можно походить, походить и ничего не нарисовать. Вот вчера я ходил, сейчас это видео сложу, выставлю на своем канале. Вообще камера упала тут. Ходил на планер, писал этюд, но он у меня немножко не успел до конца я его дописать. То есть, видите, я работал-работал и немножко его не доработал. И мне уже пришлось дома его дорабатывать, дописывать себя в мастерской. В нашем школьном классе, где мы учим ребятам, нам место предоставили здесь в отеле для того, чтобы я с детьми занимался. И по ночам, оно у меня свободно, по ночам я хожу, дописываю свои картины. Это я уже в 12 или в час ночи сидел, дописывал его. И немножко его доработал. Хотя бы где-то тени поставил, людей, людей, видите, поставил, которых не было, оживил картину. Но кроме того, что этюды, которые дописывать и удается дописывать, получаются еще неудачные этюды, которые дописывать смысла нет. Вот мы ездили в Кюбинген, вот такое замечательное место. Ну, хотя я встал вот здесь, и вроде все замечательно, но я выбрал кусок. Кусок только вот этой прекрасной живописи. Может, я его, конечно, доработаю, но вряд ли. У меня, в общем, получилось полное дребедень. Совсем неудачный этюд вышел. Сейчас я его найду, вам покажу, что там у меня получилось. Что там получилось. Где-то он у меня запропастился. То есть он у меня неудачный, мне совершенно, он не понравился. Такое ощущение, что его лучше даже закрасить, наверное. Вот видите, какой неудачный вышел этюдик. Ни композиции, ни цвета, ни тени, ни света. Ну, ерунда какая-то получилась. Ой, пардон. Вот такой этюд. Такой на днях я вам показывал этюд. Ходил. Практически весь этюд я сделал там, на планере. Вот этот этюд тоже практически весь сделал до планеры. Только вот этого человечка и велосипедиста адресовывал дома. Вот этот этюд, вы уже видели на моем канале. Тоже вот этих передних двух человечков я дорисовывал дома. Там только вот того, возле витрины успел нарисовать. Ну и дерево здесь я обрезал. Дерево было высокое. Вот это дерево. Вот это. Пришлось его подрезать дома. Сейчас я вам на канале выложу видео неудачного этюда. Чтобы вы понимали, как не нужно рисовать. А это у меня видео с улицы. То есть, кроме того, что я хожу на этюды, я еще хожу на планер, рисую портреты людям. Некоторых прошу сфотографировать их. Не все немцы соглашаются, чтобы их фотографировали. Вот это мои карикатуры шаржи. Вот. Мальчик, мальчик, дама. И такой шарж. Немножко еще вот здесь и посмотрим. Вот девушка с молодым человеком. Приехали из другого города. Из Ульма. Это прошлую субботу я делал. Может, завтра снова пойду рисовать. Вот женщина в годах. А вот сзади кот нарисован. Это ее друг, ухажер, который стоял сзади и отказался рисовать. Я его нарисовал в виде такого кота. Им очень понравилось. Они ушли довольные. Это две девушки. Тоже из какого-то города, не помню, из соседнего. Вот эта девушка из Казахстана была. Говорила по-русски. Мы с ней хорошо смогли изъясниться. Вначале говорили по-немецки. На таком ломаном немецком. У меня познание немецкого пока заканчивается. Садитесь, пожалуйста. Давайте нарисуем ваш портрет. Вообще, когда приехал, начинал говорить немцам. Эй, дурак, садись сюда. Будем рисовать твой портрет. Немцы глаза были по синь копеек. Смотрели на меня такими огромными глазами. Ну, потом мне объяснили, что я немножечко неправильно говорю. Привет всем. Сегодня мы в городе Тюбингене. Приехали на ЛНР. Для того, чтобы поснимать что-то. Что-то будем снимать и писать картину. Скорее всего, будем писать в антидомике. Расположенные вдоль реки. Тюбингене – это город студентов. Только что мы пришли вот с этого мостика. Это аллея. Расположенная в месте двух рек. И вот домики, которые мы хотим написать. Вот наше тюбинг лежит. Сейчас мы встанем, найдем местечко и будем писать. Наши девочки фотографируют цветочки. С нами говорят, видите, первые цепи вошли. Какие-то стоили на кацнянике. Так, ищем место, откуда мы встанем. Можно вот отсюда пописать. Надо, чтобы было отражение. Можно здесь. Но я в прошлый раз, когда был, я хотел вот написать вот с этой стороны. Либо идти на мост. Сайс моста. Свет, ну как тебе, город студентов? Вот мы нашли одну девушку, снимающую здесь подсолнухи. Ой, тьфу. Как эти называются цветочки? Подснежники? Привет. Она тоже снимает сегодня видео. Хочет вести свой видеоблог. Тут я неудачно выбрал композицию. Видите, я встал вдоль реки, расположившись. И, как бы, рисую домики не в перспективе. Во-первых, неправильно встал. Нужно было встать ближе к мосту. Основной упор композиции был на эти разноцветные домики, которые сместились вдаль. Их стало практически не видно. Основной центром композиции стали вот эти два дерева зеленых. То есть, ну, совсем неправильно разместился. Изменил размер. То есть, дальние дома стали немного больше, чем передние. Надо было, наоборот, их увеличить передние еще больше. А дальние, может быть, умерще, увеличив перспективу. Тропинку надо было показать. В общем, совершенно неправильное расположение композиции. Совершенно нет перспективы. Нет раскрытости темы. То есть, видите. Во-вторых, я встал так, что у меня солнце буквально через 20 минут стало светить просто сзади мне в затылок. Отражая краску от холста. Я, когда работал, я не видел, какие цвета. Потому что они давали отблески, какими цветами я работаю. Они давали отблески. И получился, в общем, в общем, получилось полный дребедень. Даже не знаю, что теперь с этой картиной делать. То есть, вот на этом месте надо, может, было и остановиться. Но я уже продолжал работать. А дальше продолжал усилять цвета. То есть, вот здесь можно было остановиться и переписать ее потом. Дальше я стал делать только хуже. То есть, видите, иногда композиция влияет очень многое на вашу картину. То есть, выбор места. Вы должны вначале выбрать место. То есть, найти ракурс, тот, с которого вам лучше будет рисовать. То есть, найти именно то вот место. Походить, поискать. Учесть расположение солнца, которое будет у вас через 2 часа. То есть, обычно этюд длится 2 часа. Через 2 часа солнце будет в другом месте. Вы должны это учитывать. Все. До свидания.